Это был вечер. Сегодняшний день я провел в раздумьях. Мне начинает казаться, что я значительно взрослее, чем думал до этого. Годы идут, я становлюсь старше. Первые морщинки уже дают о себе знать. Вроде и седина проступает в волосах. Вообще, все это я стал замечать после того, как утром один маленький мальчик обратился ко мне на «вы». Ну правильно, мне ведь уже 20 лет. Пол жизни, считай, за плечами. Многое успел повидать и набрался земной мудрости. Вдруг вконтакте мне написал мой хороший друг. Он спрашивал, что ему лучше купить, Доширак или Роллтон. Он обратился по адресу. Ведь только человек, который долго прожил и имеет большую мудрость, может дать ему дельный совет. Конечно, Дошик. Но он сказал, что на Дошике ему не хватает денег. Я ответил. Не важно, сколько у тебя денег. Важно то, о чем ты думаешь и какие поступки совершаешь. Я задумался. Кажется, я становлюсь скучным и нудным. Ведь я мог бы ответить ему как-нибудь по-другому. Чувак, не парься, приезжай ко мне, соберем тусы, повеселимся и нормально поедим. Или еще лучше. Как раз нет денег, хрена ли ты спрашиваешь. Бери Роллтон и чапай домой. Ну да ладно. Чтобы расслабиться, я включил телек, который не трогал уже года три. Но я ничего не видел из-за толстого слоя пыли на экране. Я протер его. Там показывали, пусть говорят. Это интересно. Я надел очки, чтобы лучше видеть. Взял клубки толстых ниток. Спицы. Машинально стал что-то вязать. Через полчаса у меня была готова кофта, которую я тут же на себя натянул. Укутался в теплый плед и просидел так до 9 часов вечера. После того, как я узнал, что уже так поздно, я отправился спать. В 6 утра я проснулся, чтобы идти в поликлинику. Не знаю зачем, но чувствовал, что меня туда что-то сильно влечет. Вдруг я осознал, что это ловушка. Ну все, труба. Я состарился настолько, что уже представлял себя через пару лет таким. Это было утро. Я проснулся. Начал искать вставную челюсть. Но ее нигде не было. Я искал час. Два часа. Две часа. Я не нашел челюсть. Но нашел тонометр. Измерил давление. Высокое. Его нужно понизить. Но все необходимые лекарства были на втором этаже. Это был вечер. Я дошел до второго этажа. Дошел и принял нужное лекарство. Спустился вниз. Была уже глубокая ночь. Поэтому я лег спать. Да уж. Я уже видел, как меня провожают в последний путь мои дети и внуки. Определенно надо избавиться от ощущения, что моя жизнь уходит в закат. Для этого надо разобраться, что сейчас актуально для молодежи. Зашел в раздел в тренде на ютубе. Индийский клип на первом месте. Индусский фильм на втором. Дальше по иероглифам я вообще не мог понять, что это за нации. А это что? Сергей Дружко создал канал на ютубе? Прикольно. Вот так бывает. Кто-то молодой чувствует себя стариком. А кто-то не такой уж и молодой шарит во всех сферах рунета лучше тебя. С этого момента я решил заняться собой и быть, как говорится, стильным, модным, молодежным. Я сменил одежду. Прическу. Перечитал кучу новостей, чтобы быть в курсе событий. Выучил наизусть третий раунд Ларина и выпендривался перед друзьями, что я шарю за 2015 год. Все, теперь я спокоен. Вновь почувствовал себя молодым и полным сил человеком. Но однажды прогуливаясь по улице, я заметил на земле чирик. Я наклонился, чтобы подобрать его. Все же радикулит добрался и до меня. И со зрением все не так уж и хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!